Сергей рассказывай. Здесь у нас птичий двор. Сидят мускусные утки, голубые, белые. Также есть казарки и дикие гуси. Это уточки взрослые на линке. Сейчас они закончили сидеть на яйцах. Видно, они такие еще только набирают. Это на переднем плане молодые уточки. Голубая миндоутка. В этом году я кольцевал. У кого черное колески это молодые. В основном тут все молодые утки. Красивые вот эти голубые. Мне нравятся пепельные. Есть вообще голубые. А есть чистые вот они вот без белого? Есть. Голубые и голубые. Да, голубые от слова голубой. Да, да, да. Нет слова голубые. От цвета. Голубые от слова совсем. Да, да. А то у нас все сейчас голубеют и голубеют. Ну нет. Мне просто тоже нравится все такой окрас. Я держу. Ну, взводил я два года назад. Привозили мне с Украины. Вот этих, да? Да. С Полтавской области. Оттуда. Брал две семьи. Одного подарил другу. Радуется или не нарадуется. Таких нет ни у кого. Красивые очень. А вот, да, я бы хотел обратить внимание на выгульную площадку, да, то есть это щиты и под ними скапливается весь жидкий помет от уток. Все влага. Да, 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 да. Это очень удобно, кстати говоря. У меня тут был чистый из дубового полка. Вот досуда где-то не хватало метра. Чисто целиком сплошной дубовой. Из дубовой доски. Вот пооставалось еще вот с краю. Дуб сгнил? Да, дуб сгнил, да, гниет. Утки живут, думают, как раз быть, все подряд. Вот там мускус, ну, очень вкусные они. Ребята, вкусовые качества мускусов это неизвестное. И то самое главное им подлезать к крыльям. У нас просто есть какие-то проблемы в том, что они легкоят. Они тоже не подлезли, но если нет, так же надо обращать внимание на то, что они просто не носят морозы. И зимой не оставлять их на улице. Надо перебежать и отморосят лопу. Вот с лопами, да, проблемы с дубами. Здесь у нас литые буси. Я же в бусе, потому что мне они нравятся. Канадский пожарский бус. Колубой полярный бус. Это голубой полярный бус? Да, это вот вариант. Полярные буси, белые, которые чисто белые. Это легкая водная форма. Вот бусинка. А он здесь оттекло стоит, вон там, в белых лавовах. А вот с желтым носом это кто? С желтым носом это... Вот, стоит рядом. Больший горный гусь. Горный гусь? Это у нас с вами взрослые бары, которые водятся. Радышком вот стоит самец, прославление с белым колечком. Это серый гусь. Серый гусь. Раньше находился, что он ходил до шла. Просматривались. Вот у меня еще под рамками. Расковались ранее, когда работали без белолобов для пресса. Серый гуси это вот с розовым клювом? Да, да, это наш в Краснодаре. Белолобы? Белолобы, да. Вот ранней весной летят в небе и как стройные косяки. Белолобы в гуси. Охотики знают. Очень хитрая птица. Стай большие у них. Стай мне подпускают тогда на отдыхе. Поделена у них там есть сторожи, которые стоят. Да, обязательно стоят. Вот три гусинки. Это тоже из-под рамков. Ну, некоторые только летают. Были биты так, что чуть-чуть только была задета мышца. Поэтому никаких ран, таких сильных не было. Ну и кряпы. И кряпы, да. Это вот как раз наша кульская тряковая. Это все молодые этого года. Где-то порядка 124. Наверное. Было 250. Очень много. Из-за того, что сейчас очень сыро, а утки любят грязь. Они все. Это нормально. Ну, буквально через месяц они все выровняются. И будут нормальные. Потому что они еще маленькие. Это первое все отвалится. И они все крылышки поднимутся. Все будут летать. Все будут красавицы еще. И какие. Как сейчас. С 말씀� đó на моей сфере. Ура. Не акций. Покучки. Покучки и я fast. Тжи! Кап. 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 Чап. С察. Скепленного. В forever. Покучки. Аarry.